здравствуйте друзья вопрос не могли бы вы сделать видео на тему свободы слова в сша например что можно говорить в интернете и что нельзя считается ли интернет средства массовой информации как в россии какие законы существуют по этому поводу и насколько они жестоки например если оскорбить человека по расовому признаку в сети интернет какое наказание последует существует ли обязательная идентификация пользователей и обязательное хранение всей переписки человека за последний год и все что с этим связан интересует связи с тем что попал в неприятную ситуацию мои слова истолковали как призыв к экстремизму по национальному признаку подтянули липовую экспертизу и могли посадить на пять лет в россии существует несколько подобных статей в уголовном кодексе по которым людям людей просто заставляют молчать вот ну на самом деле тут много вопросов и давайте мы так потихонечку будем разбираться сейчас я аккуратненько выеду чтоб никого тут не обидеть вот и по порядку значит есть первая поправка конституция сша который говорит конституционный момент до конституция говорит что тут у нас свобода слова и вы спросите а свобода какого слова вот если свобода ругательного слова есть ли свобода лыжи например вот можно ли лгать это какой-то наказу ему или нет вот это очень интересно и там этот целый мир давайте камеру повернул на улицу поскольку солнышко светит это целый мир там всего на свете но в америке очень сложно очень сложно судить человека за то что он сказал потому что в отличие скажем от европы например да потому что в суде если он лжет например да вы должны доказать что он лжет сознательно чтобы вам нанести вред то есть если он лжет искренне то есть если он приводит какую-то информацию да но он искренне в это верит причем мы не знаем где он взял этот бред и так далее но если не было сознательного желания вам навредить путем лжи клеветы там и так далее то он не подсудит при том что он может быть вам нанес какой-то материальный ущерб это правда но он имеет право говорить все что угодно если только это не специально делается чтобы кому-то нанести вред ложью понимаете вот и еще раз это целый мир это громадная область законодательства и если позвать какой-то адвоката который вот этим занимается он вам будет сутками рассказывать и будет может быть даже интересно послушать я не сомневаюсь особенно какие-нибудь кейсы интересные тогда значит есть некоторая некоторая дифференциация между тем что сказали про простого человека и например про лицо публичное вот есть люди публичные а есть люди не публичные вот значит публичному человеку намного сложнее защищаться чем например не публичному вообще есть статья такая и значит это называется ли был и слендер значит легигот лайм лайбл слэндер значит это у устная и письменная как-то за эти дефомейшенов корректор дефомация то есть как бы когда вы говорите что-то что репутацию человека опускает это может иметь коммерческое значение это может не иметь коммерческого но быть ну ну неприятно вот например вот допустим да вот живет напротив вас девушка свободная а у нее есть значит там кавалер который там моряк дальнего плавания вот он три месяца плавает потом на месяц и к девушке и вот он приезжает а вы ему через забор там кричите джимми вот ты там плавал три месяца а у нее тут полгорода значит там переночевала в это время вот значит типичный обращик того за что можно оказаться в суде да но опять начинается значит а почему он это сказал и как это вообще произошло он может сказать например вот я видел что твоя девушка там я ее два раза видел оба раза она курила я думаю это связано с тем что она значит занимается проституцией например и вы абсолютно не подсудны понимаете да то есть вы как бы ну вы сказали почему это так и всякий человек который ну элементарно рассудительный может сказать ну так она курила это же не значит что она там занимается проституцией если вы не сказали почему это произошло то вы нарушили закон потому что вы создали у человека впечатление того что есть некоторая истина да и вы тем самым вы нанесли гораздо больший ущерб как бы существенно другой ущерб когда вы покупаете страховку например я как человек который страхованием занимался вот я вам могу сказать что там есть вот там где гражданская ответственность идет и в коммерческом страховании и в индивидуальном в коммерческом вы можете там как бы опускать конкурирующий бизнес да и вот вам бах если у вас если вас начинает судить и у вас есть страховка она вас защищает ну там платит адвокатом за разборки и так далее а если вот например нет страховки будете из кармана платить то же самое вот в примере с соседкой да то есть на страховке дома у вас есть в хорошем месте когда вы страхуете с хорошей компанией там есть покрытие вот от от defamation of character да в устной или в письменной форме соответственно когда вы это делаете на интернете где-то там в сети делаете никакой разницы нет опубликовали ли вы в газете статью клеветническую или вы опубликовали где-то на форуме или ну я не знаю там фейсбуке в какой-то там теме обсуждаемый и так далее то есть никакой разницы нет если вы известны вот известно что это написал там вася сидоров и он про меня плохо пишет я могу пойти и подать на васю в суд это именно то почему люди в америке пишут под псевдонимами и никто не пишет под своим именем я могу вам сказать что ну конечно я не чемпион по этой части но будучи чеком более-менее заметным так немножко заметно вот я постоянно вы как бы являлись объектом какой-то такой самые грязные мерзопактные клеветы лыжи чего угодно и все это делается анонимно понимаете они боятся они на самом деле знают что они лгут ну то есть даже если вот они как бы верят но они знают и во всяком случае они не хотят связываться и так далее поэтому это все анонимно значит вы говорите хранятся ли рекорды там еще что то ну у нас же все таки есть как сказать некоторая связка между спецслужбами вопросами безопасности и так далее и использованием соцсетей в этих целях тоже экстремистами там террористами и так далее то есть я не сомневаюсь что какой-то уровень доступа у них есть наверное это не просто так произойдет а должна быть санкция там прокурора то есть есть какой-то порядок они не могут просто так вот за гражданами там шпионистом и так далее но но какой-то уровень есть если вы спрашиваете как долго чего-то хранится я не знаю чтобы закон это регулировал я такого не не знаю но например в скайпе она вечно хранится вот любая переписка вы можете закрыть аккаунт вы можете удалить сообщение и так далее но у них она хранится то есть вы ничего не можете удалить из базы данных skype поэтому они вот так работают ну дальше что значит есть вещи которые неприличные давайте мы к оскорблениям на расовой почве да вот и далее есть вещи неприличные есть вещи нелегальные а в принципе если мы говорим с точки зрения вот прав человека конституционных вы можете выйти на публичную арену и и вы можете сказать я там плохо отношусь к черным я плохо отношусь геям я плохо отношусь к евреям мусульманам какие там еще есть значит там группы которые являют капиталистом я не знаю там анонистом кому угодно вот вы можете выйти и что-то такое говорить то есть в этом нет в этом нет ничего криминального первая поправка конституции вас защищает от судебного преследования за это дальше начинается вопрос и этики это то что мы сегодня видим вот как бы обостренно видим в связи с приходом администрации трампа и как бы личности самого трампа не администрации конечно к ней претензии нет но вот сам трамп который постоянно оскорбляет людей на поле на почве вот расовой там в частности там этнической там и так далее и как бы он не подсудим понимаете его нельзя за это судить то есть если вы как гражданин например считаете что президент или кандидат в президенты может сказать что вот тот судья против меня значит принял решение потому что он мексиканец а он в 3 а он же три поколения в сша живет и он федеральный судья его это да конгресс его на эту должность назначил голосованием значит президент предложил конгресс проголосовать и вот он против меня потому что я на то есть как бы это запредельно непорядочно но опять если вы считаете что запредельная непорядочность находится в рамках таскать для вас это в рамках и так далее вы за него голосуете но это не подсудно вы можете быть расистом вы можете быть шовинистом вы можете быть феминистом или на или наоборот это неважно вот значит вы можете оказаться под следствием под судом за какие-то действие которые в сети действия в сети которые наказуемы независимо от того было в сети или при личной встрече или там в студенческой какой-то аудитории университет или так далее вот есть некие действия если вас идентифицировали как носителя этих действий исполнителя этих действий значит вы подлежите какой-то ответственность вот вам вся анонимность интернет пускай 99 процентов то есть говорят что не надо должно быть анонимно потому что вдруг кто-то хочет там правду сказать и боится отместки какой вот одно это 99 и 9 десятых это лжецы проплаченные тролли дегенерат всех мастей там и так далее но я не знаю может быть есть какие-то люди конечно которые там где-то им рот зажимают но я не знаю затыкают в смысле пропорциональности это конечно совершенно диспропорционально я я лично за то чтобы в интернете уровень ответственности человека был такой же как и в реальной жизни вот он в реальной жизни там пришел сказал гадость и тот кто является объектом сказанного значит может предъявить его претензии по суду вот как положено по закону да если человек имеет возможность сделать ту же самую гадость но не нести ответственность то создается дыра в законодательстве в исполнении законов этой страны в исполнении законов у нас проблема вместо того чтобы совершить гадость причем мы же знаю что есть проплаченные люди которые просто за деньги все это делают значит там все это деформацию и так далее поэтому учетом говорит но как бы их нельзя преследовать по закону неизвестно кто это такие люди эти тогда хотя наверное если это будет связано с безопасностью там еще с чем-то наверное там какой-то доступ там спецслужбам позволит может быть что-то идентифицировать я не знаю тонкости этого процесса совсем не к значит что касается того что вы там у себя в стране чего-то сказали и к вам претензии там и так далее вы живете в какой-то стране в этой стране есть какие-то законы незнание законов не освобождает от ответственности законы могут быть симпатичные для вас или не симпатичные для вас но вы должны понимать что если вы нарушили закон то вы как бы можете можете понести ответственность за это вы знаете что в вашей стране фабрикуют свидетельство да вот вот липовая экспертиза вы же знаете что в вашей стране липовую экспертизу сделают как нечего делать и факты не имеют особо никакого значения вы же знаете что экстремистская деятельность не определяется ничем кроме желания там кого-то посадить или скажем этого посадить не потому что он что нашим других запугать если вы скажете где то что ну допустим что правильно было бы все-таки крым вернуть обратно украине это экстремизм и вы по статье уже там можете куда-то загреметь вот или там за комментарии или за лайк к этому комментарию я не знаю законов российской федерации я только сужу потому что у нас ребята в комментариях пишет так что я не не претендую на точность значит поэтому вы живете в своей стране соблюдайте законы учебы следующий момент вы поехали в другую страну вы точно также отвечаете за выполнение законов этой страны вы не являетесь исключением вот парень студент американский поплатился жизнью фактически за то что он там сорвал такой постер чем-то ему приглянулся этот постер я не знаю в корее он такое политического содержания был постер он его сорвал чтобы с собой в америку взять получил 15 лет за это дело и кореец бы получил и американец бы получил и китаец бы получил и русский бы получил вот у них такой закон значит ты чё в корею приехал законы нарушать пойди в книжный магазин я никогда не был в корее я так умозрительно пойди в книжный магазин там все эти постеры лежат купи себе пол магазины и отправь почтой соединенные штаты если тебе так хочется постер там с изображением вождя там или не знаю чего стреляющей пушки или танка ну ну что ты со стены рвешь и он фактически жизнью за это поплатился понимаете что происходит но но вопрос в чем но но у них там какие-то законы свои может быть вот сейчас говорят что надо запретить турагентством посылать американцев в корею потому что они они не в состоянии понять вообще куда они попадают и как себя вести и так далее я я лично я могу сказать я с большим интересом съездил бы в северную корею но правда интересно я бы не стал ничего драть там и я бы каждый раз что-то сделать а спросил бы скажите туда-сюда я бы еще сопровождающего какой-то взял бы там если можно официально взять какого-нибудь там из органов чтобы нас сопровождал и там не хорошо все было культурно я то есть я не поеду конечно я не сумасшедший но но в принципе я что хочу сказать что ты живешь стране так ты соблюдаешь ее законы тебе не нравятся законы твоей страны или подзаконность которая существует когда эти законы фальсифицируются когда свидетельства там всякие факты подтасовываются когда те там в карман героин бросают пакетик чтобы тебя за арестовать и посадить и тогда вот тебе это не нравится ну думай но я не знаю езжай в другую страну в крайнем случае но или уже тогда соблюдайте правила игры которые там есть и вот потом что тут он говорит по национальному признаку вот он чего-то оскорбить человека по расового признаку а зачем оскорблять человека по расовому признаку или национальному это что такое это ну ну то есть за это могут посадить или там не посадить наверное за это может быть посадить это слишком серьезное наказание но если человек на голову больной то конечно сажать за это не надо если он совершил какое-то действие что он социально опасен но течет на него деньги тратит он 5 лет в тюрьме будет сидеть государство его содержать там должно просто потому что у него с головой проблемы это не вариант я это я бы не стал так делал но но что это за манера такая людей оскорблять по национальному признаку что это вообще за манера такая людей оскорбля то есть если вы не будете позволять себе скотского поведения скотского омерзительного скотского поведения вы абсолютно безопасно будет будете в собственной стране и да вы никогда не попадете это не вам никто не скажет что это экстремизм или еще каким-то словом не назовет потому что вы этим не занимать вы видите себя просто прилично ну что же что же вы делаете то есть якобы должен посочувствовать что ли вот человек значит там кого-то оскорбляет на национальный путь а я должен посочувствовать даже не знаю но вопрос был не не об этом вопрос был о том как в америке это происходит в америке вас за это не посадят статьи такой нет вы защищены первой поправкой конституции вы можете говорить все что годы хотя вот политического деятеля но скажем до последнего год до этого нынешнего президента это была политической смертью то есть человек который позволит тебе такое сделать его политическая карьера на этом закончилась тоже самое я вот читаю новости из разных стран вот в германии с этим строга очень такой сказал по этой части и нет человек в смысле нет кончилась политическая карьера ни одна политическая партия не станет пачкаться включая его в списке своих там кандидатов там на разные должности или в административные посты и так далее и даже в сша вот мы видим там какие такие вещи возникают ну вот то что позволено президентом вот скажем не позволено тем кто под ним и скажем из того же fox news там выкинут на раз или там cnn понимаете вот тот человек который ездил ехал вместе с трампом когда тот ему рассказывал в автобусе они ехали трамп ему рассказывал как он там хватает теток за гениталии а они не пикнут потому что он там такая знаменитость вот этот вместе с ним хихикал да он и хихикал то наверное из вежливости я думаю что ему тоже мерзотно было это слушать но но дело не в этом а дело в том что вот он с ним там ехал и он там хихикал и когда это и когда эта пленочка год назад всплыла его выперли где он там работал я не помню в приличной компании новостной его выперли оттуда понимаете то есть как сказать доброе имя это одно а угол а ответственность как бы юридическая такая это немножко другое ну так совсем другое поэтому нет за это не посадят можете взять написать плакат в там какой-нибудь про про кого хотите про черных про евреев про китайцев про кого хотите может вот и с этим плакатом будете ходить вам никто слова не скажет в таком случае но то есть если мог кэш морду набить это если неправильное место пойдете где народ простой и там законов как-то не уважает вот или скажем так демократических свобод не читали они конституцию с ее поправками могут конечно и побить вот но полиция вас не заберет ничего такого не будет так что можете в пикет вот выйти это даже не одиночный а так вот пойдете главное на проезжую часть не хотите вот на проезжей части заметут а так вот можете появляться подходи тут бывают такие толпы ходят там по полторы тысячи человек каких-то мексиканцы что-то протестуют или там вот я снимал когда трампа выбрали это было 8 числа были выбора 9 это среда вот здесь вот школьники собрались я снимал школьников из местной high school они там стояли с плакатами фактором вот тут пожалуйста никто их не трогал был полицейский на мотоцикле так он наблюдал чтобы они на дорогу не выползали там а все ехали мимо гудели там походи хочешь трампа хочешь кого хочешь национальное меньшинство какое-то но но вообще я еще раз возвращаюсь к тому что помимо законов там я я не хочу никак оправдывать законы которые могут упеть человека в тюрягу за то что он там прошелся по не знаю там по черным по евреям по мусульманам и так далее если он не призывал реально каким-то насильственным действием а просто вот язык такой грязный рот то я я конечно не поддерживаю чтобы вот прям уж за это уже в тюрьму сажали но мы видим что там явно его не посадили он пишет но соблюдайте законы своей страны и и самое главное будьте приличным человеком приличным элементарно приличным это вас избавит от 99 процентов всех всех возможных происшествий вот такого плана как вы тут описывает счастлива